Продолжение следует... 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 чтобы в группе было не слишком много студентов, поэтому хорошо, если группы по языку, например, не более чем 12 человек на группу, и преподаватель может разделить, уделить время, всем достаточное время во время уроков. Когда мы нанимаем преподавателей, очень важно, конечно, распространять информацию среди знакомых, среди людей, которые находятся сейчас за границей. Мы находим таким образом заинтересованных преподавателей, которые хотели бы приехать в Кыргызстан, чтобы поработать для своего опыта. Мы обговариваем условия труда, обычно мы говорим, что у нас можно взять еще дополнительные предметы бесплатно, то есть они могут учиться в АУЦА, взять один урок в семестр, учиться заодно преподавать, это один из плюсов. Часто, когда зарплата не очень высокая для преподавателей, они очень заинтересованы, чтобы были какие-то дополнительные льготы. То есть преподаватели иностранцы, они смотрят, куда они едут, например, Кыргызстан, они очень любят горы. Они любят горы, то есть мы можем привлечь иностранных преподавателей только при помощи того, что мы говорим, что в Кыргызстане 97% горы вы можете лазить по горам, путешествовать. Жизнь довольно-таки дешевая в Кыргызстане, и иностранные преподаватели могут согласиться. Также, естественно, изучение русского и кыргызского языка всегда дается бесплатно в АУЦА, и преподаватели имеют возможность изучить языки. Многие приезжают, чтобы поработать в Кыргызстане, так как это страна, ну, скажем, страна третьего мира, грубо не будем говорить, наверное, но это страна развивающаяся, и поэтому многие хотят приехать поработать в Кыргызстане для того, чтобы потом это сослужило хорошим трамплином для будущего, для будущей карьеры этих преподавателей. Вот, так что очень важно, какой у нас ресурс, это человеческие ресурсы, да, мы очень часто проводим встречи с преподавателями, общение с преподавателями на индивидуальном уровне, формальном, неформальном уровне, очень важно. То есть люди, которые работают на вас, они хотят с вами поговорить, и мы это обеспечиваем, потому что иначе остаются недоговорки, и очень тогда нехорошо получается строить работу на этом. Мы проводим часто тренинги, семинары по повышению квалификации, приглашаем педагогов, методистов, приглашаем самих же преподавателей поделиться успехом преподавания в своей сфере. Мне кажется, что талант у каждого преподавателя есть, но когда ты обеспечиваешь какие-то дополнительные средства, методы развития этого таланта, то преподаватели себя чувствуют еще лучше. У нас есть поддержка, конечно, именно что в любой момент, когда нужно заменить замену преподавателей, у нас это происходит очень легко, и мы пытаемся, как это сказать, у нас есть менторская программа, когда более опытные преподаватели, они ведут молодых преподавателей в течение первого полугодия, то есть мы и создаем пары такие, где опытный преподаватель направляет молодого преподавателя, рассказывает, как здесь работать, что здесь надо иметь в виду, какие у нас студенты, какие у нас цели и так далее. То есть вот это помогает, как бы, заодно разгрузить директора и административного ассистента, потому что мы делегируем, как бы, на самих преподавателей более опытных, чтобы они могли помочь молодым преподавателям. Если вдруг вопросы, то не стесняйтесь останавливать. Продолжение следует... Очень важно мотивировать персонал, который работает на вас, потому что чаще всего не только финансово, но и лично мотивировать. Ну, большей частью это, конечно, собственным примером. Я сама преподаю полную ставку, то есть приходится и преподавать, и директировать программу. Преподаю я по утрам. Мои преподаватели, которые работают в моей программе, они очень хотят посещать мои уроки, поэтому я всегда поощряю, если они хотят прийти посмотреть мои собственные уроки. Я делюсь опытом во время тренингов тоже, как работают, какие методы лучше работают, как работать с детьми, которые приехали с регионов, потому что у нас есть стипендиальная программа. У нас есть студенты из-за границы, как относиться индивидуально к каждому, подход найти к каждому студенту. То есть, когда ты сам преподаешь, ты знаешь все проблемы, с какими сталкиваются твои же преподаватели, учителя, работники в организации. Поэтому собственным примером это очень важно мотивировать своих коллег. Мы приглашаем часто психологов в АУЦА, которые проводят такие дополнительные тренинги по ментальному здоровью, чтобы наши преподаватели как бы не выгорали, не уставали от нагрузки. Это очень сложно работать со студентами, у которых каждый разный уровень подготовки. И, естественно, мы еще приглашаем внешних спикеров, которые говорят о том, насколько важно преуспевать, мотивируют наших преподавателей. И часто эти тренинги проходят пробона, то есть мы тренинги проводим бесплатно часто, то есть мы не оплачиваем, и наши преподаватели как бы заинтересованы участвовать, потому что и для них это важно, и для тех, кто проводит, это важно распространять свою информацию. Наши преподаватели часто мотивируются результатами своей работы. То, что достигают наши выпускники, очень важно. Возможно, некоторые из вас знают, у нас есть очень известные выпускники из Аша, из Баткена, из Джалабада. То есть выпускники, они как бы достигают многого, и для наших преподавателей это является мотиватором. Чаще всего у нас необязательно сидеть весь день на рабочем месте, потому что я поддерживаю, когда преподаватель, он подготавливается к уроку во время, скажем, определенных часов, и находятся определенные часы, которые называются офисные часы в университете, но в остальное время, чтобы преподаватель тоже не выгорал, мы пытаемся уделить время, чтобы преподаватель отдыхал, вот, и поэтому у нас нагрузка где-то 8 уроков в неделю, это полная нагрузка, 8 уроков в неделю. Остальное время у преподавателей есть на подготовку к работе. Ну, как вы уже поняли, так как мы подготовительная программа, наши клиенты это наши студенты чаще всего, да. Мы чаще всего проводим такую кампанию по привлечению всех студентов, это, конечно, через Инстаграм, через Фейсбук страницу, все это бесплатно, поэтому чаще всего рекламировать, что мы открыли набор, например, или стипендиальная программа объявлена, у нас есть бесплатная программа на 25 учеников, выпускников школ, каждый год мы набираем обязательно с 7 областей Кыргызстана. У нас есть собственное нововведение, это студент на один день, мы разрешаем любому ученику школы посетить нас онлайн или вживую на один день, поучаствовать на уроках, побыть на уроках, со студентами пообщаться, походить по кампусу, сходить в библиотеку и так далее. То есть это заинтересовывает и после такой программы у нас часто студенты хотят поступить к нам. Также мы опять же ведем не только между преподавателями менторскую программу, но и между студентами. Выпускники программ часто ведут менторство, то есть они наблюдают за молодыми студентами, за нынешними студентами, помогают, помогают, например, при сдаче TOEFL теста, при подготовке к математике, при написании сочинений для поступления за границу. У нас часто проходят гостевые лекции. Гостевые лекции, когда мы приглашаем известных людей Кыргызстана для того, чтобы мотивировать наших же студентов или известных выпускников. У нас есть выпускники, которые работают уже в различных секторах Кыргызстана, в банковском секторе, в телевидении, в АУЦА. И мы приглашаем выпускников, чтобы они поговорили и пообщались с нашими нынешними студентами. Очень важно, чтобы преподавание было не лекционного типа, а более интерактивное. Поэтому, когда уроки проходят весело, интересно, при помощи КАХУТ, например, или при помощи каких-то викторин, легких тестов, тогда намного интереснее проходят уроки, и студенты заинтересованы приходить к нам на программу. У нас есть разные предметы. Сейчас мы преподаем не только просто английский язык. То есть английский язык мы делим на аудирование и речь, устная речь, письмо, чтение, английский для академических целей именно требуется. У нас есть академическое письмо и презентационные навыки, что очень важно в наше время. Многие студенты не умеют писать правильно сочинения на английском языке или мотивационные письма, когда они подают в университеты. Также у нас есть устный английский язык, где мы развиваем разговорную речь и подготовка к TOEFL, тестированию TOEFL и IELTS. Мы ведем, у нас очень большая база тестов и готовим к поступлению также по математике полностью. Для иностранных студентов у нас есть русский язык, для иностранных студентов, особенно для тех, которые только приехали, им очень тяжело адаптироваться. Этот предмет тоже включен в наш куррикулум. Недавно, 4 года назад, мы открыли программу для школьников. Школьники, находящиеся в Бишкеке, имеют возможность после 9 класса во время школы, находясь в своей школе, приходить после обеда и готовиться у нас в АУЦА на подготовительной программе, чтобы к 11 классу уже поступить в университет. В университете у нас хороший книжный фонд, у нас также есть онлайн-группы. Сейчас это стало не только необходимостью, но и возможностью. То есть для студентов, которые не могут или не хотят учиться на кампусе, у нас есть возможность открыть онлайн-группу, и студенты имеют возможность учиться так. Находясь здесь, во время одного года подготовительной программы, студенты проявляют себя во всех возможных сферах. Мы проводим и шоу талантов, у нас есть клубы, книжный клуб есть, песенный клуб, клуб по готовке еды и так далее. То есть различные клубы, где студенты не только учатся, но они могут дополнительно еще общаться вне учебы. На этот год я бы хотела похвастаться, а у нас, так как программа стала очень популярной, не только в Бишкеке, то есть у нас студенты приехали, вот в этом году очень много студентов из США, они переехали сюда ради того, чтобы подготовиться к поступлению не только в АУЦА, но и за границу. У нас в этом году, если каждый год у нас было около 110, 120, 100 студентов, то в этом году у нас почти 150 студентов. Это очень большой набор. У нас всего 12 преподавателей на программе, но мы набрали еще преподавателей, потому что у нас такой большой набор. У нас есть студенты не только с Кыргызстана, в этом году у нас есть студенты из Турции, из Китая, из Афганистана, из Таджикистана, из Великобритании, кыргызскоговорящие, из Германии и из России. То есть студенты, которые хотят подготовиться к поступлению в АУЦА и в другие ВУЗы, они приезжают, потому что мы предоставляем возможность обучаться здесь, получить сертификат обогачания. И у нас есть и полугодовая программа, и годовая программа, то есть разные возможности. Ежегодно наша программа поставляет одну третью часть первокурсников в АУЦА. То есть если в этом году у нас поступило 300 первокурсников, 100 из них – это выпускники NGA. И хотелось бы сказать, что в АУЦА после NGA, значит, если поступает 82%, то остальные 18% поступают в другие университеты. В этом году, к удивлению, 15 из наших выпускников поступило в разные ВУЗы за границу. То есть у нас есть студенты, которые поступили в США, в Словению, в Венгрию, в Гонконг, в Италию. И они поступили полностью бесплатно. То есть на полную стипендию, на 4-летний бакалавриат они поступили после нашей программы. Ну, что это говорит? Это говорит о том, что мы делаем успехи в подготовке студентов к обучению потом за границей. Не только здесь, в Кыргызстане, но и за границей. Ну, что бы хотелось, вот последние выводы, да, какие-то, что мы хотим, ну, что мы поняли для себя в этом введении вот этой программы, что очень важно смотреть, что требуется клиентам. Раньше, когда АНП, ну, было, скажем, года лет 5-6-7 назад, не было, скажем, программы для, послеобеденной для школьников. Появилось несколько клиентов, которые сказали, а почему нету такой программы, которая после обеда позволит нашим студентам, ученикам в школу приходить и здесь же готовиться во время, то есть это полная программа, ежедневная, с 2 до 6, ученики 11-10 классов, они приходят к нам на подготовительную программу и готовятся к поступлению. Также надо смотреть, какие изменения происходят в нынешнее время, и поэтому, ну, что в образовании обновляется. Также, я как отметила, у нас есть онлайн-группа, меняется подход, меняется то, что книг сейчас больше электронных, мы используем электронных ресурсов, электронные ресурсы больше, и поэтому надо идти в ногу со временем. Как отмечала я, наши преподаватели, это самое главное, что у нас есть, их надо ценить, их надо поощрять, их надо мотивировать, их надо понимать. преподаватели очень любят, когда с ними общаешься, узнаешь, что требуется для их успеха в работе, как помочь, как директор, чем помочь, как наши административные работники тоже, что мы можем сделать, чтобы преподавателям было легче работать. Это очень важно узнавать, а не бросить их на произвол судьбы. Очень важно, как я сказала, что понимать, что преподаватели, они должны готовиться к урокам, у них должен быть баланс между работой и жизнью, они должны понимать, когда у них есть время для преподавания, когда они могут пойти домой и так далее. То у нас чаще всего мы спрашиваем, когда вам удобно ставить уроки. Если это в это время удобно, тогда мы ставим эти уроки по расписанию, которые они нам предлагают. И, естественно, чаще всего в нашей программе все заинтересованные партнеры, то есть это и студенты, и выпускники наши, и преподаватели, и административные работники, они участвуют во всей жизни академии нового поколения. То есть мы не то, что эксплуатируем всех, но мы привлекаем и выпускников, проводить гостевые лекции, менторские программы. То есть мы не все делаем сами, иначе это будет очень сложно. Все выпускники наши работают с нами, преподаватели ведут курсы повышения квалификации сами же для себя же. Особенно более опытные делятся опытом. И в рекламе мы используем все наши ресурсы, особенно студентов, которые рекламируют, ездят по регионам, чаще всего такие дальние регионы. В Баткене у нас ежеквартально проходят семинары в школе Джомарта Бакамбаева, в школе Ленина, например, в Самаркандейк, в село Самаркандейк, в Аше, в Алабуке, в Карасу. То есть все наши студенты, которые приехали с регионов, они ездят потом по регионам и рассказывают про нашу программу, делятся впечатлениями и говорят, что подавайте, потому что у нас есть возможность стипендиальной программы, как я заметила уже, бесплатная программа для 25 студентов, выпускников школ, самых лучших, самых талантливых 25 детей каждый год с Кыргызстана мы берем себе на бесплатное образование на год в NGA и они еще получают стипендию ежемесячную и проживают бесплатно в общежитии АУЦА. Кроме этого, многие готовы, конечно, поступить к нам, несмотря на оплату высокую, чаще всего для Кыргызстана, но многие, мы делаем разные, как сказать, виды поддержки, в АУЦА есть финансовая поддержка, офис финансовой поддержки, и поэтому многие родители имеют возможность обучить своих детей в АНП. В основном, здесь все, что я хотела сказать, я сказала, айдана эмиссуру олар болсу, мен аракет кылып, чоуап берем. Ваше. Шоурахманат, кеме лаяем, айауай, малыматту презентация олыбдеп ойлайм, барыңызлар үшіне, қатышушылар. Азыр, келіңіздер, мен дай, кушымчалап сізге сұру бер кетейін деген болшығында. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Где находятся туалеты, где находится столовая, где находится все, что в университете есть. Также мы знакомим со всеми мероприятиями, которые будут проходить в течение года. Мы проводим разные айсбрейкеры. Это мероприятия, направленные на то, чтобы студентам было весело, чтобы они активно вовлеклись сразу в жизнь, увидели, какие у нас есть певцы, таланты, например, или какие у нас студенты активные. Чтобы они поучаствовали в разных играх, бегают они по кампусу, видят, где что находится, они изучают, чтобы потом не запутаться. Чаще мы их знакомим со всеми учителями во время ориентационной программы. Это очень весело проходит. Мне кажется, это можно проводить на любом уровне. В детском саду это будет намного веселее проходить. Можно рассказать и родителям, вовлечь родителей в эти игры, например, вокруг детского сада. У нас в университете в основном это проводится со студентами. То есть если пришло к нам 149 студентов, мы их обычно ориентируем, рассказываем про уроки, какие уроки у нас. Они имеют возможность участвовать первые две недели сразу на уроках и до того, как они уже выбор сделают, они определяются со своим расписанием. Они знакомятся, скажем, с психологами АУЦА, имеют возможность задать вопросы во время презентации на ориентации. То есть ориентационная программа не только развлекательная, но очень информационная, информативная. То есть, скажем, она интенсивна. За две недели мы показываем всю жизнь АУЦА. То есть та жизнь, которая в АУЦА проходит, за первые две недели можно рассказать, показать и вовлечь, привлечь клиентов к тому, чтобы они учились и захотели учиться у нас. Поэтому, ну, ну, эм, суроумызма Айдана, мен неча ответил, а неча ответил? Камиля Айм, мен бұл жерде тақтап, 40 стилдене қайталап кетейнен, герке біздің қатышшыларуыз үнғайлсыз болу пеймен түшінбе қалдым, дек түршпесін. Ориентациялы гүн деген, бұл өзі негізи АУЦА'ның культурасы, да. Камиля Айм айтқандай, бұл нерсе, сіздер үшін байғы ар денгелділі өткөрілсе болот деп чатат. Толка университетті емес, бұл балабақча олау, мектеп олау, ошыл ориентациялы гүндөрді өткөрілінің бұл өзі абзейлі қылып бөшкеректан, севеві ошыл мезгілде, ошыл гелет тұрған оқучу мектепенізге гелет, мисалы, бұл башталғы чықластар болса, алар атын есіменен бәл кем келіп қатышса болот деп, ұшында мүмкіншілік берсеніздер, сіздер алар келіп, сіздер менің жақындан танышат. Мисалы, бағы мектепке келгенде туалет қайда, асталовая қайда, қандай ұсловиялар бар бойынша, бұл малымат берілет, көрсетілет, анан-андан сұртқары бағы бізде эмоционалды түрді, бір қызықчылық болшы керекті адамдатшы. Жөнді қам көрі өттесе, ұшыл адам ұшыл жерде қалып, ұқыытта. Анан ал жерде бағы әмінеге Камиля Айым айтып жатат, ғырдағандарды көрсетіше өт студенттерден, жанағы әмінеге бізде қандай үмкіншіліктер бар, әп, клубтар бар, бағы балантер болуыз же, кетеп күліна қатышағыз. Ошыл жөнінді малыматтарды білгенден кейін, студенттер болушынша өзінің жашылсын оқу менен қана қамсыздавай, бағы бүткіл өші өздерінің лидерлік потенциалын өнік түргенгі мүмкіншілік берілетті. Ориентация мезгелінде бағы ойын зоғықтарға қатышы, мисалы, жай мезгелінде өткөнін үшін, ауын сада бағы бір гүнінді су чашық бойнышотта, алая бай қызық, анан бір өрменен танышып, дос болушқандан кейін, алар адаптация, оқу мезгелінде адаптация болысу женгіл өткөрілуді. Анан бізде баяғы істер, өзіңіздер білестер, ұшыл білімдері тармағанда іштеп жүрестер, адам баласы женағы мектепке барғанда, бала бақчағы барғанда досу жоқ болса, өзің аяуын начар сезіп баштайтында, бұл менталдық түрдегі гөп-көйгөйлерді жараты үшің ең негізгі фактор. Ошыл жерде оқ ориентациялық ба екі жұмалың жұманын арасында ұшыл студенттер, месалы, бір өрменден танышып, өзің ғрупасын әметіп, тауып, дост ұрын таап қалышады, анан ұшыл орменден чоғылымдай оқуғанда қызық тұрақ болыдты. Ошыл өмелі сұңарында, сіздер бала бақчада, күрстарыңыздарда, мектептерде ұшыну ешке ашырсаңыздар болыд. Ошыл мезгілді адамдар қызығып, соңын өкенінің оқып қалайын деп қалышады. Ал жерде жаңағы чоң қластығы месалы оқушылар үрдап бейлеп, программаларды даярдасы олып, аларды натайын келішіне, бұл жерде мұғалимдер сұлақтарды өтшет, ауытсада бір ұқ студенттер бар, жаңағы ойындарды ұйыштұрышат, ба әкінші, өтшінші, төртінші құрстағы студенттер, ба әғы гемін ауытсады, ұшынындағы үрдағанда ба әғы мотивация олып, ұшыл жерге мен тиешел өйкемін деген сезімдер пайда олып та қатыш үшеларда студенттерді. Анан ұшынды өлі бұл жерде қошымча айтта кетчінерсе, жыл сайын жаңы мұң академиясында дағы ауытсада дағы ба ғы дейін атқыртығы дверей өткөрлөт. Ачық күн деп, тұралы, Қамилайым. Ошыл бойынша дағы, ошыл гүндерді сіздер дағы өзіңіздердің білімбері мекеменіздерді өткөрсөңіздер болотта. Бағы социалық тармақтарда ғана бұлар жақшы реклама, жарнамаларды жасап адамдарды алып келді шет. Анан ұшыл гүні бұлдағы шоу программалар мен өткөрлөт, алар атын елері менің келеді, ағыр бір баға қайсы департамент, әміне факультетке тапсырам деп қызыққандар болса өт. Құшыл факультеттер бойынша мұғалімдер өздері малыматтарды беріп, танышып, кетшетті. Бұл үшінша сіздер клиенттерге малыматты жақшы жеткірі өмесін аспауын өнік түрішіңіздер керекті. Құшыл нерсе? Академия, ноуапакаленің жаңымын академясында жана ауытсада айавай жақшы өнік күн. Себебі бұлар ұшыл батыш емелінің өлкілерін қарап, өздерін өнік түріп келшетті. Бұл жақты өзіңіздер білгендей, Америкалық өнерсетті бізде президент өзі тағы ұшыл ауытсаның ректоры деп қойылайым, біз өзі өзі түшін өндей. Өшыл Америка қошмаштаттарынан келеді, аңнан, мисалы, Камиля Кадырован дәлі, Джонелі бағы, Джангун Академясына директор қылп қойылған емес. Себебі бұл айым, қырғыз болғанымен өшыл Америка қошмаштаттарына барып, өшыл культурасын білет, алдақтар адамдар менталитетін білет. Өшыл өшыл өшіл өлі, бізді өшіл региондорды құрғызғы келеді өзі өшті өшіл ған өннан, әндай сон үн культурасы аралашып, өшіл өшіл нәрсәні жеткере алатта, өзінің өшіл студенттеріне, командасына, мұғалімдерге, өшіл өшіл үшін сіздер өзіміздердің мекемелеріңіздерді өшіл 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 � Если ты стартапер, как правильно привлечь студентов и учительей с навыками? Дайер Мирза, Камилайм, оба и робототехника, айтып кетсенец, Дайер Мирза, селуынгы, ойлосы, чу микрофонуызду жандырыпе, суроуызду тақтап, суроуызду кишине айтып, кандай суроу деп жатасыз, суроуызду сфера ойынча суроу беру тасып, ошоуына тақтап кетсенец. Дайер Мирза? Джолдомунсулуял баиндейд. Анда, Камилайм, си жоу переренес, если ты стартапер, башна маштабчатса? Ола, мен тишинтым сурону. Так, если ты... Если только начали, да, вот, курсы по робототехнике, как привлечь студентов и так далее. То есть очень важно это прощупать, где заинтересованы есть клиентура, да, где дети чаще всего заинтересованы в таких курсах. То есть, возможно, нужно привлекать в школах, да, если эти курсы находятся вне школы, то я думаю, что хорошо будет пройтись по школам, рассказать, повесить постер там, рассказать, что вот такие курсы есть у нас. Вы можете на один день прийти к нам, посмотреть, попробовать собрать робота, или мы покажем вам, как работает рука-робот. Да, у нас был мальчик из Баткена, он привез свою руку из робот-руку, показал, и он как бы в шоу талантов рассказал, что он изучал робототехнику. То есть очень часто заинтересовываются только визуально, когда они увидели, какие бывают результаты. Вы можете в школах провести встречу, вот что вы можете научиться, каких там, я не знаю, неполных роботов, ну хотя бы части робота вы можете научиться собирать, когда вы начнете участвовать у нас на курсах. То есть чаще всего это надо ориентироваться на, кто заинтересован, какие возраста, возрастные группы, да, то есть если это дети младшего возраста, школьного возраста, то это лучше пройтись и во время классного часа на уроке рассказать, что есть такие курсы. Насчет преподавателей, ну это уже сложнее, потому что чаще всего те, которые заинтересованы в робототехнике, они уходят в сферу, именно техническую сферу, но я думаю, что на уровне даже студентов, которые учатся на сфере программирования, технического программирования, да, IT, либо сами заинтересованы, то можно в принципе привлечь их как волонтеров на первое время, да, а потом уже какой-то, если будет человек, который будет курировать студентов, которые сами заинтересованы, более старшего возраста студентов, если это ОЖ, то в ОЖТУ, я думаю, что есть факультет, да, я сама закончила ОЖГУ, но я думаю, что в ОЖТУ есть факультет, где ребят можно привлечь, чтобы они могли, ну, работать с детьми более младшего возраста рассказывать, как создаются роботы, заинтересовать и так далее. Я знаю, что, дайыр Мұрза, даун суралар болсы, что, пирей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Туристы приходят в Кыргызстан. Они приходят в 30-х годах, в 3-х годах. Если есть возможность, туристы приходят в Кыргызстан. Возможно, есть сайт «Экспат». Обычно они часто ищут подработку, либо волонтерскую помощь проводят, пока находятся в каком-то регионе. Например, у нас есть студенты, которые ходили в сайт, которые учились в Кыргызстане. У нас есть студенты, которые учились в Кыргызстане, которые учились в Кыргызстане. Что сдается для туристов бесплатно, если они будут обучать английскому языку. То есть приезжающие туристы, которые проводили уроки. И вот таким образом она выучила сама тоже английский язык и потом поступила в АУЦА. Спасибо. Где-то до пандемии к нам приезжали из Малайзии студенты. Есть ли такая возможность нам тоже, например, связаться с какими-то учреждениями, учебными учреждениями и пригласить к нам студентов в качестве волонтеров? Ну, наверное, только сезонно. Сезонно так получается, если студентов, да? Да, хотя бы сезонно. Главное, чтобы носитель языка был. Какая-то сезонно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть зависит от вас, как от организаторов, ваших, скажем, курсов или школ и так далее, быть более активным, инициативным в том, чтобы подходить, искать такие возможности. Таким образом, я чаще всего знакомлюсь даже на улице, и потом они узнают, что есть такая организация, они приходят, потому что иногда им просто делать нечего в этой стране, и они очень рады помочь, поволонтерить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...